Здесь изготавливают удобные матрасы и георгиевские ленточки. В Вечуге глава региона посетил группу компаний «Армос». Разные виды производства разбиты на цеха. Здесь, например, изготавливают продукцию из полипропилена, текстурированные нити, ленты для ремней, шнуры и тесьму. А буквально по соседству, через стенку, производство пружинных блоков. Сергей контролирует работу пружинно-навивочного станка, следит, чтобы проволока не путалась, а пружины, которые потом станут основой ортопедических матрасов, были одного размера. Я сам из Вечуги, здесь родился, всю жизнь жил. Сюда, на предприятии, здесь работаю полтора года. Все нравится, все устраивает. Ну, средняя зарплата, если бы тебе, отбудает? Ну, так по-разному бывает. Ну, зарплата, в принципе, устраивает нас здесь. Здесь всех устраивает, никто не жалуется. А жаловаться никто и не будет, иначе вообще можно остаться без работы. Похоже, что именно в Вечуге, в кризисном 2015-м, ситуация будет критичной. Машиностроительный завод планирует более 300 человек к сокращению. 600 человек может уволить фабрика «Красный Октябрь». В группе компании «Армос» работает 260 человек. В основном это молодежь. Больше кадров не требуется. Люди постоянно приходят сейчас. И да, приходят не по одному человеку. Но мы вынуждены отказывать. Кризис производители уже на себе почувствовали. Год заказов у них нет. Рынки сбыта ищут сами. А там затишье. Продажи снизились. Я вчера специально пригласил всех наших основных банкиров. Мы с ними договорились об алгоритме работы, которую они будут вести с бизнесом. Я поставил им задачу, чтобы они на 1%, даже те, кто не пользуются госпомощью, ежемесячно увеличивали объем кредитования. Работа, конечно, с учетом роста процентной ставки будет непростая. Прежде всего, словности будут инвестиционными кредитами, потому что они труднее выдерживают большую ставку. Но здесь немножко подсадит областной бюджет. В том, что в сложные финансовые времена выживет конкретно эта группа компаний, губернатор не сомневается. Небольшому бизнесу проще удержаться на плаву за счет широкого ассортимента. Кризис не может смести все, считает Павел Коньков. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин